МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале у студии Жена Смольская. Витаю вас сегодня в выпуске. Объятцать и выконать. Чаргова приём грамадян провёл губернатор Минской области Семён Шапира у Борисови. Очередность напишите, что, кому и за кем. Люди будут ждать и смотреть. Там сделали, значит, следующее к нам пойдут. Отказы на надённые пытания шугала и наша взымочная группа. Жилё под ключ. Перший дом по одержзаказе для льготных категорий грамадян узводить на Минщине. Готовность составляет где-то порядка 87%. По линии фронту международный аутопробег, просвеченный годовине закончения Першей Сусветной войны, пройдена в Вилейщине. Это сам император Николай Другий. После боя за Вилейку приезжал на станцию Вилейка. Шляхами памяти. Репортаж Викторой Свирской. Обязать и выполнять. Черговый приём грамадян провёл губернатор Минской области Семён Шапира у Борисови. Со своими проблемами до старшини Миноблвыконкама звернулися 12 человек. Водозабеспечения, приватизация, жильёвые пытания. Традиционно успея своротов людей. Отказы на надёные пытания шукала и наша здымочная группа. Жахары микрорайона новой забудовы Одну тысячу долларов. Чё это деньги? Это деньги из зарплаты врачей и учителей. Мы повысим зарплату учителям-врачам. Это бюджет, в первую очередь. И сколько у нас останется денег на дороги, на газ, я ещё не знаю в последующем году. Поэтому я не обещаю. Но логарифт я вам предложил, очень хороший. Очередность напишите. Что, кому, за кем. Люди будут ждать и смотреть. Там сделали, значит, следующие к нам придут. Сиротых, кто пришёл на размову с губернатором Юрой Шиковец. Мужчина 41-й год, працуя дойером у одной из господарок района. Его цикавило пытание об снижении пенсийного взрослого. Сегодня в законодавстве такая прерогатива прописана только для женщин. Старая ферма. Обслуживают 50 коров. Сами и коров раздаем, в миселе раздаем, навоз отгрыбаем. Поэтому, знаете, и руки мертвеют, и шпина болит, и ноги болят, понимаете. Тяжело, конечно, очень тяжело. Куда я не обращался, и к кому не обращался, понимаете. Везде отвечают, такой категории лиц нет. Ну как, мы живые сегодня люди, мужики. Дом, коров, и нас отвечают, такой категории лиц нет. Семён Шапир досканал и познайомился с прационной биографией мужчины. Юра Шиковца в районе ведутся к бездакорного работника. В свой час он был ознагорожен орденом прационной славы, гоноровыми грамотами и премиями. Губернатор отзначил, что со своего боку зробит усе макшимое, как просьбу задоволить. И пропоновал отзначить працу дойра высокой узнагородой. Я думаю, будет логично, вот предрасполком вас лучше знает, да? Я же вижу вот вашу работу, что давайте представим к ордену человека. Он заслуживает, но таких людей на самом деле немного. Я обращусь к сенаторам, вплоть до того, что я готов и примеру написать, чтобы он дал поручение. Поэтому давайте готовим. Хорошо, вам спасибо за работу. Сергей Манько, Виктория Свирская, Сергей Васюкевич, Минщина. Жилье под ключ. Первый дом по одержзаказе для льготных категорий грамотян узводят в Вилиции. Заявится он в новом микрорайоне. Различены на 60 квадр. Сдать у эксплуатацию дом плануют у Снежни. До слова, механизм будавництва жилья был уведен и летость. Ягум это целком вызволить людей от уддела у финансовании будавництва. Грамотянам предоставляют уже готовое жилье. С макшимостью взять кредит на оплату квадры. Снеж человек утягнутый у процесс самого початку. Стоять у чарзей, потом сочи за проектованием и самим будавництвом. Жилье по одержзаказе целком выключая гэта. Дарыч и селита на велещине мяркують. Перевыканать план по уводу жилья. И сдать 17 тысяч квадр. На сегодняшний день 13 тысяч квадратных метров введено в эксплуатацию. В том числе мы ввели 40-квартирный жилой дом ЖСПК в январе месяце. Ввели 50-квартирный жилой дом социального пользования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Родители планируем ввести в этом году 60-квартирный дом по госзаказу. Готовность составляет где-то порядка 87%. Ориентировочная стоимость квартир метра, стоимость метра квадратного в этом доме 7,4 миллиона рублей. До надзвычайных сдарений на Борисовщине легковый автомобиль сотокнулся со школьным автобусом. У опошни, у Момонт-Сдарения, находились 7 человек. Двое дорослых и пятеро детей. Яны не потерпели. А вот два пассажира легковой машины опынулись заблакованными. Для их выртованья спотребилася допомога супрационников МНС. Потерпелые шпитализованы, а количености сдарыни высветляются. Протягиваем выпуск «Кулинарные баталии». Областный конкурс профессийного майстерства сярод кухаров, установ социального обслуговывания «Смак» пройдет в червени. Все ли это тема с паборництва гостей на парозе. 22 профессионалы будут змагаться за звание лепших из лепших и каштонные прызы. Самая смачная, али тяжкая праца чекает членов журы, яны оценят оригинальность представленных страу и их оформление. Удельникам так само пропонуют выконать тематичную серверовку стола, али оголовную ролью безумно надыграют смак кулинарных шедевров. По линии фронта на Вилейшине рыхтуются отцветковать дату международного значения – день закончения Первой Сусветной войны. Ее традиционно означает с 11 листопада, тогда было подписано Компенское пирамирье. Мероприемство до годовины подписания погоднения продать в районе 8 листопада. Отбысловый автопробег стартует на центральной площади Вилейки. В пятый раз все ожидающие смогут проехать по местам похования воинов, загинувши в той войне. В маршруте и уникальный мемориальный комплекс «Кроки», на территории якого размещается один на Украине музей Первой Сусветной войны. Шляхами памяти репортаж Виктории Свирской. Мемориальный комплекс памяти Первой Сусветной войны «Кроки» по кроках створался теми, кто пропущенную, як ее называют тему, пожадали наполнить конкретными лесами и каштонными для нащадковых фактами. Увесцы за бродзе колисты примали на постой русских солдат. По Бочулесе находился прифронтовый шпиталь, у походной церкви, о котором отпевали померлых солдат. Увесцы и по сёння ушановывают память о хвере той войны. На территории комплекса «Каплица» сёння тут размещается один в Беларуси музей Первой Сусветной войны. Экспозиция уникальная. Аутор проекта мемориального комплекса, лауреат премии президента краины за духовное дрожжение, сябра белорусского союза мостаков Барис Титович, рассказывая про кожный артефакт, сопроводжающий оповед цикавыми подробязностями. По блату устраивались девчонки на фронт. Они убегали из дома, оканчивали курсы сестер милосердия. И кроме того, что достойно выполняли свои медицинские функции, они еще и героически себя проявляли. Комплекс, дякуючи прихильникам истории, с года у год поширая свои просторы. И теперь есть новые идеи. Замыслов очень много. Вот вы видите, вот здесь стоит вагончик. Это идея того, чтобы целый состав здесь. Состав должен стать здесь из различных вагонов. Медицинский вагон, штабной вагон. Очень много планов сотрудничества, чисто творческого. У нас было несколько пленеров здесь. Хотелось бы это углубить, расширить. На Вилейщине до падей початку 20-го стагодзе особливо тропятки и относины. Про это свечать заужды доброупорадкованные похаванни воинов. Могилки доглядают тымлику и молодь. В наступном годе значная для вилейского края дата – стагодзе боя за Вилейку. Уже до юбилею будуется брама помник на Могилках, где похаваны загинувшие в тым, в изначальным бои. Это, можно сказать, был опошний бой маневрной войны. После этого уже началась оппозиционная война, без конца переговора. Историки ее назвали окопной войной. И именно это сам император Миколай II после боя за Вилейку приезжал на станцию Вилейка, как ознагородить всех тех, кто вылучился в боях. И еще однозначно, или больше близкая дата – 11 листопада день подписания Компьенского и Пирамирья. До годовины погоднения навели еще не в пятый раз, пройдя автопробег по местам похаванни воинов. Потихонечку объекты добавляются. В этом году мы будем проезжать еще мимо надвратной часовни, которая возводится на входе кладбища по улице Первомайской. Людям это интересно, собирается много машин. Батюшка служит литию на каждом из мест захоронений. Потом мы приезжаем сюда, осматриваем экспозицию, и здесь встраиваем чаепистия на берегу речки Нарачанка. При такой увазе до Первой Сусветной войны совсем не выпадково, что Миновита Вилейка примала международную конференцию. Новоколцы из девяти краин света поделились своим баченням до конца не вывученной сторонки минулого и представили 140 докладов. Виктория Свирская, Антон Червяков, Миншчна. И на этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин